Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вишилинка. Здравствуйте. Трижды российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих с начала суток на Донбассе. В том числе использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. По данным Министерства обороны, утром боевики выпустили около 50 мин по защитникам Новотошковского. Под минометным огнем также оказались укрепления вблизи хутора Вильный и стрелкового оружия. Обстреляли Широкина. Погибших и раненых среди украинских военных нет. Отец и сын в одном окопе под Крымским. В Луганской области двое мужчин одной семьи плечом к плечу строят блиндажи и дают отпор противнику. Каково это служить с отцом на передовой? Смотрите далее. Игорь на войну попал в первую волну мобилизации. Отслужил год, три провел на гражданке. Потом решил подписать контракт и вернуться в армию. Сначала не хотела. Сначала не хотела жена. Потом сказала, разве тебя остановишь? Я пошел. Во много горячих точках побывал. Донецкий аэропорт, водяное Авдеевка, Марьенко. Два месяца назад к Игорю присоединился 24-летний сын Александр. На фронт поехал, чтобы поддержать отца. Теперь они вместе следят за противником и отбивают его атаки. Иногда показываю сыну, что не знает. Всегда нужна поддержка от кого-то родного. Это самое главное в жизни. Тут на передовой так же. Ночь бывает такая, что стреляют, просто проверяют наши позиции. Тихо-тихо, а потом хоп и прилетела восьмидесятка или сотка. И все, нас накрыли. А так блиндаж выраем и будем знать, куда хоть прятаться. Зимой будет сложно добираться сюда. А так выкопаем, будем здесь жить и готовить кушать. Одни занимаются укреплением позиций, другие стоят на посту. На войне все должно быть слажено, как механизм часов. Иначе враг проберется в тыл. Я докладывал, что все чисто. Противник не подходит к нашим позициям. Вчера ночью был дождь и туман. Там боевики хотели прорваться, но мы открыли огонь и стрелкового оружия. Когда солнце, все видно. Они не прорываются сюда, потому что очень тяжело. У нас хорошие позиции. Их всюду видно. Своевременное обнаружение противника и заградительный огонь – залог безопасности на позиции. Поэтому после боевого дежурства обязанность бойцов – уход за оружием. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭй-ТВ. Новое назначение президента Украины главой Закарпатской облгосадминистрации стал Игорь Бондаренко. Его Владимир Зеленский представил в Ужгороде, в здании Закарпатской таможни. Игорь Бондаренко – предприниматель, бывший военный. Ранее во Львове президент представил нового главу Львовской облгосадминистрации. Маркиана Мальского выбрали местные жители из трех претендентов по предложению президента в Фейсбуке. Мальский по образованию экономист-международник, юрист. До назначения был почетным консулом Австрии во Львове. Маркиан Мальский уже пообещал, что его первые шаги будут касаться медицины, образования и развития бизнеса. Я хочу установить шансы. Я считаю, что у нас есть все шансы. Наша область наиболее готова к внедрению лучших европейских стандартов. Мы можем быть площадкой для разного рода экспериментов. Я считаю, что на любом уровне власти должно быть больше работы и меньше политики. Пейзажи как с открытки. Небольшое село Черепашинца в Венецкой области туристы сравнивают с Французской ривьерой или Мальдивскими островами. Все благодаря местному озеру с изумрудно-чистой водой. Оно образовалось в заброшенном карьере, где когда-то добывали белую глину. Сегодня индустриальный объект стал курортом больше об отдыхе в украинской Голубой лагуне. Расскажут корреспонденты ЮЭТВ. Отдохнули как на Мальдивах. Так семья Анищук из Киева планируют описывать друзьям уикенд в небольшом селе под Винницей. Голубая лагуна в лесной чаще появилась недавно. Еще в 90-х здесь был обычный индустриальный объект. В карьере добывали белую глину. Елена Игоревна, расскажите, как мы сюда попали, где вы вычитали. Чтобы посмотреть на сельский Лазурный берег, семья проехала почти 300 километров. С собой взяли и домашнего любимца – Харька Борю. Все вместе живут в палатках на краю обрыва. Нашли в интернете очень красивую картинку с бирюзовой водой. Понравилась история, что здесь было озеро с черепахами. Захотелось приехать посмотреть. Не ожидали, что столько водят людей. Сегодня озеро, которого еще недавно и на карте не было, смело конкурирует с дорогими мировыми курортами. В Черепашинце нет никаких прямых рейсов. Но несмотря на отсутствие инфраструктуры, за неделю сюда приезжают тысячи туристов. Причем недалеко, расстояние 42 километра. Действительно, до Мальдива немножко дальше и по билетам дороже. Манит людей не только вода от светотропического океана, но и ее состав. Якобы целебный. Это бывший карьер Кавлиновый. Это бывший карьер Кавлиновый. Источников нет. Все, что падает с дождем, со снегом. Потом с берега оно собирается. Здесь очень глубоко. Чистая, сами видите, сине-зеленая вода. Говорят люди, что она по составу, как озеро свитясь. С одной стороны, наплыв туристов для венецких Мальдив плюс. С другой, жирный минус. Отдых тут стихийный. Перед тем, как здесь остановиться, на этой площадке, мы убрали еще мусора. Научились собирать полиэтиленовые пакеты и ставить возле кустов. Этого мало. Здесь нет никаких служб, которые бы вывоз делали этого мусора. Все-таки надо, раз вы приехали, также в машину погрузить этот мусор и вывезти. На берегу карьера уже строят первые небольшие базы отдыха. Все эти блага цивилизации будут платными. Пока застройка не закончена, наслаждаться провинциальными Мальдивами могут все. И абсолютно бесплатно. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винницкая область, Юэй Ти Ви. Праздник Ивана Купала отмечают в Украине. В этот день, по традиции, молодежь водит хороводы, прыгает через костер. Девушки плетут венки и гадают на служенного. На народных гуляниях корреспондентка Юэй Ти Ви Евгения Бурдана на прямой связи со студией. Жень, добрый вечер. Как отмечают праздник? Добрый вечер, Даша Ивана Купала. Один из самых веселых и колоритных праздников. Его яркие традиции, пожалуй, являются секретом того, что он передается из поколения в поколение, несмотря на попытки церкви его искоренить с приходом христианства. Корни этого праздника уходят к давним верованиям, к языческим, и связаны они с поклонением природным стихиям. Особое внимание сегодня уделяют воде, огню и травам. Считается, что в этот день они набираются невероятной силы. Здесь буквально повсюду плетут веночки. Кто как умеет, у каждой девушки буквально сегодня должен быть венок как оберег и как средство гадания дна осуженного. Я также попала на мастер-класс по плетению веночков. Мне рассказали, как делали это наши предки. И о традициях, связанных с травяными венками, я предлагаю послушать, что рассказала мастерица. Душица – это женская трава, бессмертники, все красивые цветы. Можно и розы, и ромашки, а можно просто сухоцвет с поля. Каждый сам себе выбирал и делал. Смотрите, вот так мы делаем веночки, чтобы они получались такими, как у меня, пышными. На изготовление веночка, такого, как у меня, идёт час-полтора. Делаем веночек в хорошем настроении, можно даже петь. Ивана Купала – праздник магический, с ним связано очень много различных поверьев. Считалось, что в ночь на Ивана Купала просыпается разная нечисть. И поэтому люди спать просто не ложились, а праздновали у костров, дожидаясь восхода солнца. Пока же гости праздника ожидают заживания костра. Здесь, кстати, уже подготовили кострище. И обещают добывать огонь природным, даже древним способом, трением дерева об дерево. И пока гости в ожидании, они поют и танцуют. Также в это время выносят главных персонажей праздника – Марену и Купайла. Это плетёные чучела, которые в конце празднования также сожгут. И вот, что об этой традиции рассказала нам этнограф, я предлагаю послушать, для чего плетут эти странные существа. Сегодня возрождаем традицию изготовления кукол – Марены и Купала. Их выносили на праздник, выставляли их в центре, вокруг них играли, пели, танцевали. В конце их могли сжечь или бросить в озеро, как будто пить. Позже мы разведём костёр, будем прыгать через него. Всё это является символами этого праздника. Да, когда же разожгут костры, молодые люди будут прыгать как поодиночке, так и парами. И считается, что огонь в этот день очищающий и приносит здоровье. А также есть поверье, что молодые пары, которые перепрыгнут огонь, не размыкая рук, будут всё время, всегда счастливы, вместе, и всё у них будет хорошо. Мы же продолжаем следить, наблюдать за этими колоритными традициями, которые до сих пор живут в народе. И я передаю слово тебе, Даша. Жень, спасибо, что поделилась атмосфера. Евгения Бурда рассказала, как в Украине отмечают праздник Ивана Купала. Больше информации на наших страницах, в соцсетях, а также на сайте телеканала uetv.ua. Заходите. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Оставайтесь вместе с UETV и спасибо, что вы с Украиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова